Здравствуйте! Всем приветик, кто зашел ко мне на канал. Я обещала, что я буду выкладывать видео по мере того, как у меня будет расти базилик. Вот это для тех людей, которые выкопали базилик в горшочке. И я вот покажу, как у меня чувствуют мои базилики. Вот прошел месяц и 10 дней. Я выкопала 11 сентября. И вот многие, которые выкопали, может быть не знают, смотрят на него и думают, ой пропал, пропал. Но я вот наглядно сейчас покажу вам, какие у меня базилики и у вас такие вот, так же как у меня, или же какие-то другие у вас стали эти базилики. Так, дорогие мои, посмотрите. Вот у меня 4 базилика. Вот один, вот они, видите? Вот эти, вот это 4 базилика, которых я выкопала. Здесь вот я показывала, как у меня вот, я садила, обрезала верхушки. И посмотрите, как хорошо они укоренились. Какие они сейчас вот твердые такие, там, значит уже хорошие корешки. Будут у меня еще новенькие базилики, и вам советую. Сейчас в квартире очень холодно, поэтому я поставила на кухне, на окно, но ночи холодные, и поэтому им здесь очень даже прохладновато. Поэтому, как я поливаю? Я поливаю их, вот эти базилики, теплой водичкой, обязательно теплой, чтобы корешки не застудить. Если будете холодной водой поливать, значит они могут у вас застудиться, вот как люди. Сейчас же вот ходят вот разные вирусники, чуть-чуть застудился, холодно в квартире и заболел. Вот, смотрите, вот у меня один, да, вот он, смотрите какой он. Он весь зеленый базилик, пускают новенькие листочки. Кстати, я вам рассказывала, что я со всех четырех базиликов сорвала листики. Листики у меня все сорванные и сушатся, засушиваю листики. Вот, а те, которые будут, те, которые вы, если вы не срывали листики, не обрывали листики, они у вас, конечно, вот могут осыпаться. Вот, смотрите, осыпаются, я их не убираю, пусть это будет здесь удобрение листика. Вот, смотрите, один у меня просто замечательный, вот замечательный, я ничего не могу сказать. Появляются новые, листики упругие, вот. Если будут появляться у меня здесь вот такие, вот видите, верхушки я посрезала все. И воткнула сюда вот, в землю. Если будут появляться еще цветочки, вот, значит я еще воткну. И пусть, какой выживет, какой не выживет. Дальше. Вот у меня еще один, он такой средненький. Вот. Вы видите, какие уже у меня здесь вот такие веточки, закоренастые такие, коричневые веточки. Вот, ну, смотрите, вот идет вот веточки, новенькие идут. И тут тоже вот появляются, вот маленькие пошли. Теперь, дорогие мои, смотрите, один у меня вот здесь вот, он много. Вот, смотрите, на, вот когда посмотришь и подумаешь, ой, какой он лысый стал. Вот, я взяла секатор и обрезаю вот веточки. Но зря обрезала. Смотрите, веточки все живые, живые. Вот они, видите, зелененькие внутри. Это все нормально. Вот я уже вот второй раз уже выкапываю. Вот это у меня мой рекордсмен. Здесь же чувствует себя прекрасно. Видите, такой же пышный. Вот женщина мне написала. Вот, пожалуйста, зимой снимите видео, как у вас чувствуют ваши базилики. Обязательно. Смотрите, вот если у вас уже есть такой вот хороший, значит, обрываем все время. Вот я обрываю, смотрите, какие пышные у меня верхушки все. Он у меня не цветет постоянно, потому что я его каждый день обрываю. Мне все время нужно этот базилик. Я везде люблю базилик, в мясо везде. И я его обрываю. Так, с ним покончено. Так, вот у меня был самый дохленький такой. Самый такой, вот мне его жалко было. Все равно я его выкопала. Смотрите. Нормальный. Вот. Теперь, что я хочу сказать. Вот по вот этому, который у меня такой вот, он много сбросил листиков, но веточки все живые. Не волнуйтесь, если у вас веточки, ну вот видите, вот она, допустим, вот она веточка. Вот такие веточки, да, видно, что она сухая. И то плохо отламывается. Но я сейчас не брала секатор, просто так рассказываю вам. Если у вас, вот допустим, большой, да, и какая-то веточка засохнет, и вы будете уверены, что она сухая, обрезаем. Когда-то я вот посадила, когда вот этот свой любимый базилик я высаживала, и у меня был еще один. Вот. И он, веточки поподсыхали, было там же много веток, вот так же, как и на этом, на любом этом базилике было много веточек. И я вот так даже перепугалась, думаю, боже мой, пропадает. Я одну ветку обрезала, вторую ветку, и у меня осталось две маленьких веточки. Из тех двух маленьких веточек у меня вырос очень хороший базилик. Так что, дорогие мои, не переживаем. Главное, нужно поливать. И вот сухие ветки будем обрезать, а те, которые живые, не трогать. Вот. Будете смотреть, вот какой величины, вы можете даже вот, смотрите, вот по вот этому, который у меня, самый такой листик и сбросил, мы можем даже вот, видите, он большой. Тут же, как получается, корень здесь какой, мы не знаем, большой маленький корень, а в каком-то, может быть, а в этом, может быть, большой корень. Поэтому, когда развиваются листики, корню-то надо развиваться, поэтому мы берем, мы можем вот этот большой обрезать вообще, вот так пообрезать его, на три четверти обрезать. Тогда пойдут новенькие листики. Так что, вот это я хотела вам показать и рассказать. Смотрите, вот, не волнуйтесь. Вот, у меня так же, как и у вас, вот, он проходит все эти, пока он, этот базилик, он полностью, он акклиматизируется. Вот. Вот, пожалуйста, ставьте на окна, которые солнечные. Вот, вот у меня на кухне стоит, я постоянно окно открываю и ношусь с этим базиликом. Вот. Так что, на таких окнах, которые западные там, или северные окна, ему будет холодно. Это же теплолюбивое растение. Поэтому, все время держите там, где солнечная сторона. На балконе уже нельзя, уже холодно ему. Я убрала с балкона, и у меня он здесь вот, на окне, на кухне. Вот. У меня здесь и лук растет, вон, смотрите. Вот, и лучок. А в другой спальне у меня растет, и, этот, мята одна и другая. И растет также, я выращивала лаванду, тоже посадила, тоже лаванда начинает у меня выпускать новенькие, вот, побеги. Все, дорогие мои, вот, что я хотела вам сказать. Поливаем по мере высыхания, поливаем, чтобы полностью, полностью был пролитая земля. Вот. Пока я ничем не удобряю, я вообще никогда ничем не удобряю. У меня все растет. У меня рука легкая. Вот. Поэтому, дорогие мои, что непонятно, пишите. И главное, не волнуйтесь. Если что, если где-то сухая веточка, вот такая вот, обрезаем, или укорачиваем. Все. На этом я буду с вами прощаться. Вот мой сад базиликовый. Растет. Я его сейчас все в кучку, в кучку. Пусть они друг дружку поддерживают. Смотрите, вот какой он у меня. Эти, которые я выкопала. Месяц и 10 дней. Будем наблюдать. Вот через какое-то время я снова покажу. Это я для тех людей, которые вот есть, и люди не верят. Ой, ради бога, не будет это, не вырастет ничего. Ну, растет же, у меня растет. Видите? И показываю. И как раз вот эти вот, тоже у меня, смотрите. Ну, вот уже прям, ну, такие бодренькие, такие хорошие. Не думала, не гадала, а он, видите, вот, как они хорошенечко у меня пошли, эти базилики. Вот. Все, дорогие мои, на этом я буду с вами прощаться. И ты иди к ним. Что ты там в сторонке стоишь, красавчик? Вот так вот, смотрите. Очень даже, очень даже симпатичные базилики. Все, дорогие мои, на этом я буду с вами прощаться. Всем всего самого доброго. Пишите, как ваши базилики поживают. Что им не хватает. Вот. Желаю, чтобы у всех были такие красивые, чудесные базилики, как и у меня. Все. До свидания. Будьте все здоровы. Всего самого доброго. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите обязательно комментарии, как поживают ваши базилики. Все. До свидания. Будьте все здоровы. Всего самого-самого доброго.